И снова здравствуйте, друзья! Надеюсь, что теперь все мои технические неполадки, которые произошли в начале нашего стрима, устранены. Сейчас к нам подключатся первые слушатели. К сожалению, эфир не удалось начать вовремя. Надеюсь, это не мрчит нашу самую беседу. Давайте проверим теперь звук. Кажется, что... Вижу, что подключаются первые люди. Отлично! Отлично! У нас сегодня с вами очень интересная тема. Мы будем разговаривать с вами о том, как вести себя с учениками, как правильно выстроить коммуникацию и как взаимодействовать с ними эффективно. Давайте проверим все-таки еще раз звук, чтобы я убедилась, что действительно все слышно. О, прекрасно! Отличный звук! Спасибо, Анастасия! Я очень рада, что вы написали мне до того, как я успела задать этот вопрос. Итак, ну давайте тогда начинать. Раз отличный звук, раз все работает у нас, то начинаем. Меня зовут Анастасия Бучко. Я академический директор русского языка в компании SkySmart. И несмотря на то, что я занимаюсь созданием продуктов, я по образованию учитель. Я отработала в школе и взаимодействую с детьми уже на протяжении почти 10 лет. И тема психологии в образовании меня очень волнует. И я много изучаю материалов на эту тему. Я сама нахожусь в личной терапии. И кажется, что мой опыт в этом довольно сильно вырос за мою педагогическую практику. И мне есть чем поделиться. И здесь я бы хотела начать, наверное, с небольшой предыстории личных своих поисков того, как же все-таки правильно. Дело в том, что я потомственная учитель из семьи педагогов. Моя прабабушка была учительницей начальных классов. Моя бабушка была учительницей математики. И от них я получала разную информацию о том, как взаимодействовать с учениками. Я думаю, что очень многие из вас в начале своей карьеры или на протяжении какого-то времени в начале, или даже, может быть, и сейчас, вы получаете довольно разные способы, разные модели. И осмысляете их, рефлексируете на тему того, как же правильно. И это действительно не всегда тривиальная история, потому что, с одной стороны, вот, например, моей бабушке говорили о том, как важно быть понимающим учителем, о том, как важно выстраивать очень правильную коммуникацию. С другой стороны, нам редко когда говорят, а как же правильно на самом деле, или как что работает. А с другой стороны, еще с одной стороны, у нас есть уникальный случай. То есть очень хорошо говорить обо всем в теории, а когда мы сталкиваемся на практике с реальными детьми, бывает очень-очень сильно по-разному. И мы тонем в этой бесконечной информации о том, какие бывают модели взаимодействия. Я думаю, что все из вас, многие из вас проходили курс педагогической... Господи, курс педагогики, прошу прощения. И там говорили о трех моделях построения взаимоотношений. Это подстройка сверху, подстройка снизу и равноправие. Но, опять же, как это делать? Какие-то реальные кейсы, как правило, в педагогических вузах довольно редки как способ обучения. Поэтому мы сегодня будем с вами... Я буду рассказывать очень много, наверное, своей практики, как у меня получилось какие-то модели применить, и какие-то свои, наверное, постулаты. И вы можете их обсудить со мной. То есть я бы хотела очень сегодня вашего взаимодействия, вашей живой реакции. Поэтому пишите, не знаю, плюсы-минусы. Если я буду просить, можете писать какие-то свои мысли. Если с чем-то не согласны, можете говорить о том, что вы чем-то не согласны. Объясняю почему, буду рада, получится такой живой стрим, в котором мы с вами в итоге, может быть, отрефлексируем и найдем какие-то новые способы взаимодействия, и что-то каждый для себя новое почерпнет. Итак, как я уже говорила, когда я пришла в педагогическую вообще сферу, не знаю, насколько это справедливо говорить пришла, потому что, мне кажется, я в ней с рождения. Ну, допустим, давайте, осознанный мой выбор был в 15 лет, а потом я пошла в вуз, и в 20 лет я пришла на свою первую работу в группу, где у меня было 9 мальчиков, 9-классники, мне 20, им 16 лет, 15-16 лет, и у меня стал первый вопрос, а как же все-таки надо взаимодействовать с детьми, учитывая небольшую разницу в возрасте, пубертат и крайнюю заинтересованность в молодом педагоге, и которого, в принципе, дети не видели, потому что, ну, в принципе, да, у нас не очень распространена практика приглашения молодых специалистов в школу. К сожалению, это пока, кажется, сохраняется, что-то меняется, но 10 лет назад реальность была такова, что молодой учитель воспринимался как что-то вообще неожиданное и необычное. И учитывая, что это были дети не из каких-то, не знаю, благополучных районов Москвы, скажем так, или где-то, где была дрессировка воспитания, это были дополнительные курсы, на которых дети, естественно, приходят более расслабленные, чем в школе, они понимают, что для них взаимодействие с коллективным педагогом не несет никаких последствий, и это было довольно сложной задачей. И при этом я понимала, что есть некоторые мои личные ценностные постулаты, и я думаю, что у каждого из вас они есть, то есть какие-то принципы, которые вы соблюдаете в общении с любыми людьми. И мне кажется, что первое правило вообще взаимодействия с учениками — это помнить, что перед нами реальные люди. Это, возможно, маленькие люди, люди не с таким большим опытом, но это люди. И здесь общение с ними не должно сильно отличаться от общения с любыми людьми, и которые не являются вашим близким кругом. И вот я начала тогда эту задачу для себя решать именно из этой точки. Хорошо, передо мной толпа девятиклассников, которые пока не чувствуют моего авторитета, не знают моего профессионального опыта. За собственным я его и не был на тот момент. У меня, очевидно, небольшая разница в возрасте, поэтому они не воспринимают меня как человека, которого можно, не знаю, опасаться. Ну, в общем, у нас нечем. Изначально позиция моя была не самая выгодная. И на тот момент я приняла решение о том, что, окей, у меня есть опыт общения с другими людьми, что бы я хотела получить от взаимодействия с этими конкретными людьми. И это тоже, наверное, второе такое, вторая моя основа – это ощущение не того, что, а что хотят они, а чего хочу я. И это про границы, про ощущение собственной границы, понимание, как со мной можно и как со мной нельзя. Я понимала, что, допустим, пошутить со мной – это нормально. Для меня это не является чем-то ужасным. Если даже это будет такая добрая шутка про меня, они посмеются надо мной, ничего страшного для меня не произойдет. Значит, вот здесь моя граница. Я здесь себя чувствую комфортно – это окей. А вот, например, хамить или обижать меня, или пытаться подружиться и таким образом завоевать какие-то привилегии – нет, это для меня недопустимо. Таким образом, наверное, с каждым уроком я понимала, какие у меня есть правила взаимодействия с человеком. То есть, ну это был именно такой итеративный способ именно в тот момент, потому что у меня не было другого опыта. Сейчас, когда я прихожу в какой-либо класс, в какую-либо группу, я уже знаю про свой набор правил взаимодействия с классом. То есть, что для меня допустимо, а что для меня недопустимо. Я думаю, что у каждого из вас такие правила тоже есть. Что для вас кажется важным, что для вас кажется неважным. Причем, на самом деле, очень важная практика осмысления, переосмысления каждый раз этих вещей. Потому что иногда мы выгрызаемся в какие-то правила и не задаем себе вопроса, почему они для нас важны. И вот давайте начнем взаимодействие. Расскажите, пожалуйста, поставьте плюсик, у кого есть какие-то правила и представления о том, что с вами допустимо делать, как вы считываете хорошие отношения. И если у вас таких правил нет, это тоже окей. Ну вот видите, мы сегодня, значит, подняли этот вопрос, и значит, у вас есть как бы место для рефлексии. Давайте поставим плюсики, ну или лайки, можете поставить лайки, что да-да-да, у меня эти правила есть. Я понимаю прекрасно, какие правила взаимодействия со мной. То есть вот я хорошо понимаю, что это можно, это допустимо, а это недопустимо никогда. Ну и если у вас их нет, то вам можно сразу получить домашнее задание, подумать об этом. Можно даже прописать на самом деле. Иногда, если у вас что-то не прописано, оно как будто бы и не оформлено до конца. Поэтому тоже важно. Может быть, если вы в голове представляете, может быть, имеет смысл это где-то себе прописать. И таким образом зафиксировать и понять, что да, это для меня очень ценно и важно. Итак, друзья, пока я жду ваших реакций, плюсиков, сердечек или минусиков. Да, я задумываюсь об этом, спасибо большое. Я пойду дальше. Помимо границ, и тут границы, понимаете, вы не можете влиять на границы ребенка. Про границы сейчас очень много говорят в пространстве. Но мы не можем управлять границами других людей. У них есть свои представления, я думаю, как с ними можно, как нельзя. Но о своих границах мы можем подумать. Есть еще одна важная вещь, которая, мне кажется, ценной. Это не переставать быть собой. Что я имею в виду? Когда вы молодой учитель, или вы пришли в новую группу, вы пришли в новую школу, где у вас еще нет никакого наработанного авторитета, у вас нет никакого наработанного, не знаю, мифа о вас, как есть о опытных коллегах. Вы понимаете, что, так, сбилось в смысле, важно здесь оставаться и быть собой. Потому что когда вы приходите в новую аудиторию, в частности, с молодыми людьми, про которых я уже вам рассказывала, я поняла, что если я не буду собой, если я не буду проявлять себя так, как я обычно себя проявляю, если я не буду, не знаю, активно шутить, если я не буду придумывать разные интересные метафоры, если я буду пытаться быть строже, чем я есть на самом деле, дети это почувствуют. Любая фальшь, особенно наложенная на нервы, а я очень нервничала перед своими первыми уроками, надо понимать, она будет очень хорошо считываться, и по факту взаимодействие будет неполным, недостаточно хорошим, недостаточно качественным. Аудитория очень всегда чувствует искренность. Я думаю, что это вы прекрасно понимаете, и вот это для меня тоже очень важный постулат. Если вы обижаетесь на какие-то вещи, не нужно это скрывать, не нужно пытаться делать вид, что нет, вам это что-то не обидно. Если вы где-то, у вас обостроены чувства справедливости, да, это тоже часть вашей личности. И детям тоже важно сталкиваться на самом деле с этими личностями, с разными способами проявления. Мне кажется, тем школой хороша, что дети на самом деле учатся взаимодействие с абсолютно разными взрослыми. И быть собой — это нормально, это хорошо, и это очень важно как вам, так и вашим ученикам. Поэтому если вам хочется быть экспрессивной, ходить по кабинету, читать стихи и читать тексты с разными выражениями, делайте это, пожалуйста. Если вы, наоборот, более сдержанный человек, не нужно пытаться делать себя более артистичными, нормально быть спокойными, рассудительными. Я вспоминаю педагогов, которых я глубоко уважаю, из моего университета, из моей школы, из двух школ, в которых я училась, я понимаю, что это абсолютно разные люди. Единственное, что их объединяет, — это умение быть собой. То есть они были такими и были естественными, и не пытались играть то, чем они не являются. Поэтому второй, наверное, такой посылат, который я вывела как раз из этого опыта с дветиклассниками, это быть собой. Следующий этап моей педагогической деятельности случился уже, соответственно, в школе. Я пришла сразу после университета преподавать, и у меня в классе так получилось, что в моем ведении оказалось три класса пятиклассников. То есть это была целая параллель русский язык и взаимодействие ежедневное. Пять уроков в неделю русского языка, два урока литературы. У каждого класса. И у меня был уже небольшой опыт преподавания, и кажется, мне казалось, что я уже знаю точно, как же взаимодействовать с учениками, но тут я получила очень важный опыт и очень важный урок, который бы я хотела, наверное, сегодня рассказать. Это важность проявления эмпатии. То есть границы я уже на тот момент выставила. Я очень четко понимала, чего со мной можно, чего нельзя, какие у меня есть педагогические правила, что у меня есть в моем арсенале, как я выставляю оценки, как я проверяю работы, по каким принципам я учу детей и так далее, и так далее. Но вот отступаться периодически от этих принципов, не то чтобы не отступаться, не очень хорошее слово, скорее входить в положение ученика тоже очень важно. Дело в том, что как раз-таки свой первый год работы я работала с старшими детьми, а здесь у меня появились детки, которые пришли только с четвертого класса, с начальной школы. Это удивительные, совершенно маленькие, запуганные дети, потому что они сидели в одном кабинете, у них все было хорошо, комфортно, а здесь у них очень большой разброс. Сразу очень много новых взрослых, которых нужно слушаться, а у некоторых это были новые классы, которые были сформированы. То есть очень много новых условий. Дети часто забывали домашнюю работу, тетради, переспрашивали 25 раз, о какой ручкой им писать. Вот это потрясающе. Я думаю, сейчас учителя-филологи согласятся, что вопрос, а сколько строчек отступать, а зеленой ручкой это выделять. А вот эта зеленая ручка, она достаточно хорошая для того, чтобы выделять грамматическую основу. А вот это вот, а сколько, вот вы сказали открыть тетрадь, вот эту тетрадь открывать, а посмотрите, пожалуйста, я правильную тетрадь, открыла и так далее, и так далее. Все эти вопросы безумно много времени занимали на уроке, и первое время я очень сильно злилась. Злилась на то, что мы тратим время на какую-то ерунду, что они не слышат меня достаточно хорошо, что я вроде бы говорю довольно четким поставленным голосом. Открываем тетрадь, отступаем вестрочки, пишем число классной работы, и казалось бы, ну вот, ну все же понятно. Но нет. И в какой-то момент я осознала, что дети очень сильно расстраиваются от того, что я говорю строго с ними и не проявляю эмпатию, не чувствую в этот момент, что у ребенка на самом деле довольно стрессовый период. И ему, возможно, действительно нужно еще раз повторить. В момент стресса я говорю, хорошо, Настя, говорила я с собой, а что ты делаешь во время стресса сильного, когда ты попадаешь в незнакомую ситуацию, как ты себя чувствуешь, а как ты себя чувствовала, когда ты перешла в пятый класс. И вспоминая о своем собственном ученическом опыте, ставя себя на место своих учеников, я начала чуть лучше понимать, а что же с ними происходит. И мне стало легче выстраивать с ними коммуникацию. При этом это не значит, что я перестала от них требовать меньше, чем я требовала. Нет. Я говорила, да, я слышу тебя, я понимаю, что для тебя сейчас это сложно. Давай я повторю тебе еще раз те правила, которые нужно выполнять. Например, если мы говорили про оформление морфологического разбора или оформление какой-то работы, понятно, что ты сейчас, может быть, не услышала достаточно хорошо. Я понимаю, что это сложно. Это можно не запомнить с первого раза. Вот правила такие. В следующий раз у тебя получится обязательно лучше. То есть мы продолжаем мягко говорить о своих правилах, но при этом проявляем патию. То есть опозначая чувство ребенка, входя в его положение и напоминая себе тоже для того, чтобы не так эмоционально реагировать на какие-то вещи. И, казалось бы, вот здесь уже сверхучитель все, значит, границы поставила, свои чужие я пощупала, значит, эмпатию научилась проявлять. Вроде бы все уже хорошо в коммуникациях. А, и с собой я еще уже была, все понятно. Что же еще нужно? И в какой-то момент мне кажется, что это было первым моим испытанием, когда отличница девочка не выполнила домашнее задание. И я понимаю, что передо мной стоит, на тот момент для меня это был новый опыт, а для меня стоит педагогическая задача, ну, так, в легком достаточно уровне, но тем не менее она стояла. У тебя есть ученица, которая постоянно выполняет задание, но у тебя есть правило, что домашнее задание должно быть выполнено. В случае невыполненного задания есть соответствующая отметка, которую можно исправить, но тем не менее она будет поставлена. Ребенок рыдает. Что делать? Если я пойду на уступку и скажу, нет, я тебе не поставлю никаких отметок, я нарушу договоренности с другими детьми. И это будет моей большой ошибкой. Если я вроде бы поступлю с ней жестоко, то это может нарушить нашу связь. И здесь выкористолизовалось следующее правило, это быть последовательным. Особенно это важно для малышей на самом деле. Когда мы восстанавливаем какие-то правила, они должны быть всегда соблюдены. Не может быть отступлений от правил. Здесь важный момент, что эти правила тогда должны быть тоже очень четко осмыслены, осознаны и понятны и вам, и ребенку. То есть, а что делать в случае, если? И последовательность это то, что спасало меня очень много раз. Особенно, когда мы уже с ребятами прошли первый год обучения, на второй, третий год обучения стало гораздо легче, потому что дети понимали, что да, такое правило есть, реальность такова, ее никак не исправить. Но при этом мой преподаватель проявляет аппатию, он понимает, почему я так сделал, и я знаю точно, что он не перестал от этого меня там меньше уважать или меньше проявлять ко мне какое-то сочувствие. Да, мы можем исправить ситуацию в дальнейшем. То есть, ошибаться нормально, это, кстати, тоже очень важная штука, что ошибаться нормально, не делать чего-то иногда, это нормально, не быть всегда супермолодцом и супергероем это тоже нормально, но тем не менее, правило есть правило. И вот последовательность взрослого это та опора, на которой, в котором ребенку становится комфортно. Мы должны уметь выстраивать психологически здоровый, психологически здоровый климат и как раз таки устойчивость взрослого это очень важно. Я думаю, что у всех вас есть пример какого-нибудь преподавателя, который в один день приходил в хорошем настроении, все было прекрасно и, соответственно, была легкая лекция, допустим, или легкий урок, а следующее занятие ни с чего вдруг преподаватель говорил «все, вы все неудачники, пишите контрольное и плохо, и вот сейчас я вас буду наказывать». И вот эта непоследовательность вызывала огромный стресс. И на мой взгляд, чем больше этого стресса, тем хуже потом в итоге результаты, которые дети дают, потому что при серьезной психологической нагрузке когнитивные способности снижаются. И, естественно, я не думаю, что кто-то из наших замечательных слушателей проявляет такой уровень, такую силу непоследовательность, но тем не менее мне кажется важным все равно себе каждый раз задавать вопрос «А последовательно ли то, что я собираюсь делать?» действительно ли это входит в ту систему, которую мы выстроили с детьми? Действительно ли эти правила были обговорены и все были с ними согласны? То есть всегда ли это прослеживалось? Потому что только так мы можем добиться результатов в коммуникации и делать нашу коммуникацию комфортной для всех. Поэтому последовательность это очень важный навык и умение выстраивать последовательные правила это то, чему стоит учиться каждому учительному, в мой взгляд. И последний урок из моих педагогических «Да», который я получила, это быть уважать ребенка даже быть уважительным уважать ребенка, даже если ты не согласен. Такие ситуации возникали. Я думаю, что у каждого из нас они возникают периодически. Когда ребенок, например, приходит и говорит «Я ваш предмет видал, знаете, где?» Или и говорит где, либо не говорит где, но мы догадываемся, куда именно он его поместил. Или, например, когда ребенок совершает какой-то поступок, который не входит в нашу систему ценностей, но в целом никому не вредит. Или, например, у ребенка есть какой-то взгляд на вещи, которую, допустим, давайте я приведу, наверное, более конкретный пример, если, допустим, вы анализируете героя в произведении и понимаете, что ваши взгляды с ребенком не сходятся, вы не видите у вас точка соприкосновения. Вот здесь вы можете не соглашаться, но при этом важно продолжать уважать человека. И это на самом деле очень... Я говорила об этом стриме про конфликты, вы можете посмотреть их в наших записях о том, что нам важно в таких конфликтных ситуациях находить... Помните про цель коммуникации, что цель найти... Сохранять отношения. В данном случае мы хотим сохранить отношения, потому что нам нужно продолжать взаимодействовать дальше. И отсутствие уважения к человеку, к его... к наличию его мнения, то, что у него есть, оно может отличаться. Отсутствие грозит тем, что мы разрываем отношения с нашими учениками. Мы здесь про то, чтобы поддерживать их. Поэтому, конечно, здесь вы как взрослый, взрослая женщина, взрослый мужчина, вы должны понимать, что да, возможно, у ребенка недостаточно опыта. Возможно, лет через 10 он посмотрит на те же вещи совершенно иначе. И даже на ваш там какой-то конфликт или расхождение ваших взглядов. Возможно, это произойдет. Дайте ему время, дайте ему самостоятельно научиться. Через 10 лет он придет, возможно, и скажет, вы знаете, Анастасия Александровна, или вы знаете, Иван Петрович, я осознал, что на самом деле то, о чем мы с вами спорили, вот моя позиция тогда была не совсем зрелой. А возможно, он не придет никогда. И это тоже нужно уважать. И это нужно принимать просто как постулат, что да, люди иногда думают иначе. Мне кажется, нам всем этого очень сильно не хватает. Помните о свободе иного мнения. И при этом то, что человек не думает так, как мы, это не делает его плохим. Поэтому уважение для меня, особенно в конфликтных ситуациях, это, наверное, одно из моих таких очень тоже важных педагогических, важных правил взаимодействия с учениками. и здесь даже когда вам кажется, может быть, что это очевидно, имеет смысл проговаривать это детям. То есть, на мой взгляд, вообще очень многие вещи здесь нужно проговаривать. Не подразумевает, что все и так все понимают. Можно сказать, милый, допустим, Ваня, я уважаю тебя как человека, я понимаю, что ты имеешь право на свою позицию. Я не могу с ней согласиться совершенно точно в этой ситуации. Возможно, когда-нибудь ты пересмотришь свою точку зрения или вообще ее никогда не пересмотришь, и это тоже понятно, но я не перестаю тебя уважать. И ты имеешь право высказывать эту точку зрения. То есть, такие вещи тоже очень важно проговаривать, и это растит, на самом деле, доверие, что да, я могу отличаться, да, я могу иметь свою точку зрения, и при этом никто не будет считать меня плохим человеком и недостойным учеником. Это, наверное, такие мы пять принципов, которые были выращены на протяжении многих лет работая с детьми в разных группах. И здесь же я бы, наверное, хотела добавить некоторые такие заметки на полях, которые у меня возникли в течение моей педагогической практики. Это про то, что вот как взрослые бывают, знаете, это тоже довольно интересно. Мы, когда говорим про детскую психологию, нам очень хочется обобщить. Все дети любят сладкое, или все дети проверяют ваши границы, все дети делают х, неважно, да. На самом деле, а это, наверное, знаете, вот эту пометку я получила, когда у меня появился собственный ребенок, мой сын удивительным образом научил меня вещи, которые я перенесла на свою педагогическую практику. это то, что дети на самом деле рождаются с какими-то своими заводскими настройками, и они разные, и то, как один ребенок ведет себя в одной ситуации, совершенно не значит, что другой ребенок будет вести себя так же. И какие-то реакции, которые вам кажется, что, ну, вообще-то все дети должны делать вот так, с каким-то ребенком могут не сработать. Помнить о том, что каждый ребенок это отдельная маленькая личность, которая потом вырастет, вот те взрослые, те разные взрослые, с которыми вы взаимодействуете, это когда-то были очень маленькие разные дети. И помнить об этом, что в вашем классе на самом деле сидят такие, хотел сказать, початки личности, не совсем правильно, но это маленькие, маленькие люди с совершенно разными вкусами, интересами. Это тоже очень правильно, держать это в голове. Я понимаю, что я сейчас не говорю каких-то удивительных, удивительно новой информации, это в общем-то такие довольно прописные истины, но иногда в погоне за, не знаю, там, результатами, за вот этой рутины ежедневных уроков, мы забываем о каких-то вещах, о тех вещах, которые нужно проговаривать себе каждый день, ну или хотя бы раз в неделю о них вспоминать. Поэтому мои вот эти педагогические, которые я сейчас обозначила, они для меня тоже релевантны, я периодически к ним тоже возвращаюсь, особенно в моменты, когда трудно. В моменты, когда трудно, эти вещи меня поддерживают, эти вещи помогают мне двигаться дальше, они помогают мне не сбрасывать негатив свой на ученика, а помнить о том, что, для чего я здесь. А трудные ученики бывают и в репетиторстве в том числе, поэтому иногда приходится, нужно давать время, нужно давать настояться каким-то вещам, и тогда вот эти ваши правила будут вам помогать, вас поддерживать. Что я бы хотела, наверное, выделить, как такие, знаете, строгие, нет, те правила, которые есть у меня и которые, мне кажется, важно проговаривать. Возможно, тем более, нас смотрят начинающие учителя. Мне кажется, абсолютно бессмысленным говорить с детьми об уважении, в том смысле, что постулировать, что вы должны меня уважать. Уважение – это не та штука, которую вы обозначаете. Мы не можем влиять на других людей. Помните, когда я говорила о границах, я говорила, что мы можем повлиять только на собственные границы, обозначить их, а двигать чужие границы и пытаться их выстроить у другого человека мы не можем. Поэтому здесь та же самая история. Мы не можем говорить, навязать человеку уважение. И это вещь, к которой нужно смириться. Просто, да, реальность такова. Мы не можем заставить детей нас уважать. И тем более они не обязаны нас уважать с первого дня. Ну, это, возможно, все дети разные. Кто-то уважает, у кого-то есть установка, что я уважаю всех людей, которые попадают в мое поле. Есть дети, которым нужно время для того, чтобы начать вас уважать по каким-либо причинам. И мне кажется, это довольно сложная коммуникация, когда преподаватель приходит в класс и говорит, вы должны просто меня по дефолту уважать. Потому что почему? Непонятно. Мне очень сложно было объяснить в какой-то момент сама себя, почему же меня по какому-то негласному правилу должны обязательно уважать. Я понимала, что уважение это вещь, которая нарабатывается. И в какой-то момент, да, я перестала этого ожидать у учеников. И на самом деле снятие этого ожидания сильно мне помогло продвинуться, наверное, в моих коммуникациях. Возможно, для кого-то эта мысль сейчас покажется довольно спорной. Я к этому готова. Понимаю, что здесь кто-то будет сказать, а как же тогда взаимодействовать, почему мы их должны уважать, а они нас нет. И здесь я возвращаюсь к мысли о том, что мы все-таки взрослые, а не дети. И здесь важно помнить, что на самом деле, наверное, еще одна такая мысль здесь же, что уважение это вещь, которая, да, мы не можем ее взрослить в других, но мы можем ее взрослить в себе. Если вы себя уважаете, то отсутствие уважения у другого человека вас не будет так сильно трогать. А что с вами происходит в тот момент, когда вас не уважают, когда вы чувствуете, что ребенок проявляет неуважение? И это тоже вещь, которую можно разобрать со своим психологом, например, или просто подумать на досуге, а что же со мной происходит, что я чувствую и что состоит за этими мыслями? Когда вообще в целом в любой коммуникации у нас возникает какая-то спорная история, и мы чувствуем, что что-то задето, стоит задуматься, а что это для меня значит и что за этим стоит? Поэтому говорить об уважении бессмысленно. Уважение можно только получить, заработать, возрастить, какими-то своими действиями, но на самом деле влиять мы на это сильно не можем, просто надо с этим смириться. Еще одна штука, расскажу вам про конфликтную историю, когда один ученик уже выпустился из школы, но тогда он был, кажется, в классе шестом, сделал один не самый приятный поступок, и все в классе знали о том, что он это сделал, и я понимала прекрасно, что это он, не было никаких прямых доказательств, но все косвенные доказательства говорили об этом, и я начала давить и требовать объяснений. И вот в тот момент я начала чувствовать, как заворачивается спираль негатива, что с меня начинается определенное недоверие к этому ребенку со стороны класса. Я настраивала класс против этого ребенка, и я остановилась. Я сказала себе нет, давить и требовать объяснений бессмысленно. Если ребенок ушел в отказ, вы можете сказать следующее, я знаю, я понимаю прекрасно, что это сделал ты, допустим, но более поднимать эту тему не буду. Это именно то, что я сказала на тот момент ребенку. И далее мы продолжили взаимодействие на уровне учитель-ученик. У нас не было никогда теплых взаимоотношений, но я поняла, что давить и требовать, как правило, в итоге нарушает не только мою личную коммуникацию с этим ребенком, но и делает атмосферу в коллективе нездоровой, а это ответственность учителя. То есть это то, на что мы можем влиять, и то, если мы хотим, чтобы здоровый коллектив был здоров, и взаимодействие внутри коллектива был здоровым, то надо остановиться в каких-то моментах, понять, что ваши действия здесь очень важны. Поэтому давить и требовать объяснений это такое моё строгое нет в коммуникации с детьми. И последнее, наверное, о чём я хотела бы сказать, никогда этим не занималась, не практиковала, но знаю, что это часто случается, особенно у преподавателей, которые испытывают определённое волнение перед новым коллективом, это пытаться завоевать авторитет с помощью таких заговорщических схем, скажем так, давайте назовём это так, когда учителя пытаются задобрить детей. Это иногда это заискивание, иногда это попытка подкупить, иногда это попытка как-то сделать что-то хорошее, чтобы потом получить обратную связь. и я понимаю, что на самом деле это очень сладкий способ, очень хочется так делать, и это довольно легко сделать, особенно, когда вы взрослый человек, вы понимаете, а что важно вашим ученикам, но это путь в никуда, потому что в дальнейшем как раз-таки не будет того самого уважения, которое строится на ваших каких-то ценностях, на ваших основах, на ваших глубинных представлениях о мире. И на самом деле такая коммуникация будет очень зыбкой в дальнейшем, ведь когда мы получаем блага ни за что, то этот источник придется тениться. И мы хотим, чтобы все-таки ценность взаимоотношений была, кажется, что это в общем-то история нашего стрима, и нам хочется, чтобы отношения строились на каком-то уровне ценностном. А когда мы говорим, ну, ребята, вы можете со мной попеть под гитару на уроке вместо того, чтобы писать контрольную, то я, конечно, сейчас утрирую, да, но я просто, чтобы обозначить уровень тех ситуаций, о которых я говорю, то мы, получается, не выстраиваем. То есть для нас, оказывается, урок перестает быть ценным, а почему тогда ученики их должны ценить? И это тоже большой вопрос. Вот это то, о чем я хотела, наверное, с вами сегодня поделиться. Такие мои какие-то находки, мысли, которые возникли. Возможно, у вас сейчас есть вопросы, которые будут возникать, возможно, реальные кейсы. Вот как бы вы поступили, если. Можете их описать сейчас в комментариях, у меня есть время, чтобы поотвечать на ваши вопросы. Я походу, может быть, буду вспоминать какие-то еще свои истории с педагогической практики. Были у меня очень разные дети, на самом деле. Были дети, которые приходили ко мне на урок и говорили, что они ненавидят мой предмет, а в дальнейшем, спустя пять лет, говорили о том, что да, я до сих пор не люблю ваш предмет, к сожалению, но мне очень нравилось учиться у вас. И это тоже, на самом деле, про то, как выстроить коммуникацию с детьми. Они иногда делают какие-то вещи из уважения к учителю, и это тоже здорово на самом деле. Да, это может быть не лучшая мотивация из всех возможных, но она лучше, чем ничего. Также давайте, о, с вами поделюсь пока историей замечательной про конфликт с ученицем. Мне кажется, это очень показательный кейс про коммуникацию с учениками. Ситуация была следующая. Один из учеников был негативно настроен ко мне изначально. Так получилось, я не знаю, по какой-то причине у него возникло ощущение, что его обижают. Возможно, это было в целом его ситуацией в его жизни, потому что он только переехал в новый город, он переехал, получается, из маленького города в большой, и чувствовал себя очень сильно чужим. Начался подростковый период, довольно сильное давление было со стороны мамы, потому что мама ожидала, что у ребенка будут такие же хорошие отметки, и там, в общем, целая такая сложная семейная история. И, в общем, все это вылилось в то, что ребенок посчитал, что он нелюбимый. И я его недостаточно в степени уважаю, недостаточно в степени ценю, и стараюсь его всячески унизить. У него была подруга, которая до определенного момента была довольно близка со мной, в том смысле, что она чувствовала во мне авторитет, и хотела поделиться разными своими наработками в стихах, в текстах, она искала способы со мной поработать в качестве проектно-исследовательской деятельности. В общем, там была довольно такая близкая, интересная коммуникация, и в какой-то момент эта девочка перестает со мной так по-дружески как-то пытаться взаимодействовать, и я понимаю, что она делает все для того, чтобы обозначить, что я плохой педагог. Она пишет на бумаге записки в тетрадке, в общем, я как-то открываю тетрадь, проверяю, она говорит, какой скучный урок, у вас самые скучные уроки в мире. В какой-то момент в кабинете, я вышла из кабинета, эта девочка идет со своим другом, и у меня за спиной обсуждает, какой же скучный был урок по русскому языку, и как ей нравится другой преподаватель, моя коллега, и вот она бы хотела, чтобы она вела уроки, а вот не то, чтобы Анастасия Александровна вела уроки, в общем, ситуация довольно интересная была. И в какой-то момент я долго думала, что же делать, потому что, с одной стороны, у нас была очень хорошая коммуникация, кажется, что ребенок меня уважал, но что-то произошло. Я тогда еще не понимала связи дружеских отношений вот этого мальчика и этой девочки, но и это на самом деле разные люди, опять же, то есть история с мальчиком была в одной, как бы для меня, корзине, история с девочкой в другой корзине. И здесь я осознала, что единственное, что я могу сделать, это обозначить, что я понимаю, что она хочет мне донести и что это мне не нравится и со мной так нельзя. То есть здесь было про обозначение границ, про эмпатию в какой-то степени, потому что, да, я понимаю, что я себе не нравлюсь. Ну, слушай, так вышло, и мы ничего не можем с этим сделать. Ну, я ничего не могу сделать. Я не буду другой, я не буду какой-то не такой, я не смогу стать более интересным, веселым преподавателем, если уж тебе так хочется. Вряд ли только из-за твоего мнения вам поминает педагога. Так тоже не будет. Поэтому давай как-то учиться взаимодействовать в тех реалиях, в которые мы попали. Собственно, это то, с чем я пришла к своей шестикласснице и сказала, слушай, Соня, я понимаю, я вижу твои послания в моей тетради, в контрольной работе, в домашней работе, неважно. Я слышала твои разговоры, ты явно хочешь мне это показать, но при этом ты не говоришь мне это в лицо, но я это услышала и давай обсудим несколько вещей. И, собственно говоря, тогда я выдала вот эти свои постулаты, свои какие-то принципы и обозначила реальность. То есть я не унизила ее, я не говорила там, какая она плохая, я не говорила, что как она смеет такое говорить. Опять же, это про уважение, даже если не согласен. Вот этот мой принцип, который здесь сработал. И при этом я была с собой, я сказала, я не буду другой, я вот такая, я такой преподаватель, я могу быть, ну, не очень хорошим преподавателем, так тоже бывает. Где-то я могу чему-то научиться, а возможно, я ничего не исправлю, и уже все будет так, как оно есть. И здесь вопрос только в том, как мы будем с тобой дальше строить взаимоотношения. Самое интересное, что девочка извинилась через какое-то время, она походила, наверное, пару дней по школе с задумчивым видом, потом вернулась и сказала, я не права, объяснила свое поведение как раз-таки относительно того, что есть проблема с ее другом, ей не очень понятно, что происходит. И в итоге эта коммуникация вышла в плюс. И с мальчиком мы с тем тоже в итоге разобрались, поняли, что на самом деле было сложно, но там было взаимодействие через маму. На самом деле вот эта история, она больше, мне кажется, про конфликты, но, как видите, здесь ведь это все очень близко связано, потому что там, где у нас есть взаимоотношения с учениками, там будут конфликты, и мы не можем их избежать. И тут, кстати, тоже, наверное, вещь, которую нужно принять, что, да, конфликты могут быть, и даже если вы пройдете, изучите сегодняшний стрим, потом пойдете учиться взаимодействовать с учениками, потом пойдете в личную терапию, или вы уже там, будете консультироваться с психологами, это не избавит вас от конфликтов, это тоже нормально, конфликт это часть нашей реальности, часть взаимоотношений людей, это тоже нормально. Друзья, вижу, что вопросов не возникло, оп, прошу прощения, если это так, то, наверное, стоит на этом закончить. Мне было очень приятно с вами сегодня поболтать, пообщаться, рассказать свой опыт, я также жду комментариев ваших под публикацией, наверняка, кто-то посмотрит в записи и сможет поделиться своим опытом, да, вижу сердечко летящее, одиноко в краю телефона, спасибо вам большое, что были здесь, мне очень приятно всегда выступать перед коллегами, и делитесь своим опытом в комментариях, расскажите, может быть, о том, как ваши принципы сработали, может быть, вы сейчас послушали мои истории, вспомнили, что, о, какая-то у вас была конфликтная история, в которой очень хорошо сработали ваши принципы и те посылаты, о которых я сегодня говорила. Всем пока, хорошего рабочего дня и до встречи!